коллеги здравствуйте ритейл экспедиция продолжает свою работу и как вы знаете слоган ритейл.ру ритейлеру и поставщику сегодня мы в гостях у поставщика и постараемся с помощью взгляда поставщика посмотреть на полку поговорить о том как же сейчас в россии продаются товары бытовой химии в магазинах и об этом мы сегодня поговорим с коммерческим директором даниил здравствуйте добрый день даниил как давно вы работаете компании grass какой у вас опыт с точки зрения именно коммерческого директора коммерции продаж поделитесь пожалуйста с каким же бэкграундом пришли в компанию с удовольствием я на самом деле новичок в град я работаю здесь не так давно присоединился к команде в конце прошлого года и это моя первая роль с точки зрения коммерческого директора до этого я работал в основном с сетями я работал если посмотреть на мою карьеру назад то пришел я из ритейла работал последние четыре года я в пятерочке отвечал там за направление вот и до этого на протяжении где-то 12 лет работал на стороне поставщиков таких компаний когда он марс лакс митклейн хаят и рикет бенкизер вот поэтому у меня такая максимально разносторонняя картина в этом отношении я мне кажется знаю что нужно ритейлеру и каким образом это сделать с точки зрения поставщика вы знаете я сегодня гуляю по пространству здесь а мы сейчас находимся непосредственно в компании ходила и удивлялась находимся в город вовске сейчас до краска область на прям получается город спутник города волгограда и я под большим впечатлением от того что я увидел это действительно современное большое пространство а я еще даже на завод не зашла если честно мы находимся пока еще только в офисе и это впечатляет какое у вас первое впечатление было того когда вы пришли в компанию и что вы для себя вы какие выводы первые сделали на самом деле несмотря на то что я работаю здесь совсем недавно знакома с грасом уже некоторое большее количество времени вот я был здесь последний первый раз здесь был два года назад и состояние шока на самом деле не покидает на до сих спор потому что грас не совру в этом отношении грас действительно выглядит как оазис чего-то крайне необычного потому что я был во многих региональных на региональных заводах и обычно это достаточно унылая картина вот причем как сами производства так и офис здесь все иначе потому что этот офис наверное можно сравнить с топовыми офисами которые есть в россии в принципе и как мне кажется большая часть их обычно сосредоточено в москве вот очень изредка в других городах мы здесь находимся в максимально неожиданном месте мы даже не в волгограде мы находимся на некотором отдалении от волгограда мы находимся даже не в волжском а в средней автобе если посмотреть по карте уверен что все кто будут нас смотреть не знают где это находится вот но если посмотреть на карте это прям совсем небольшой населенный пункт рядом с волгоградом но при этом это абсолютно не умаляет того места где мы находимся потому что офис действительно классный и тут есть что посмотреть знаете наверное очень необычно сейчас слышать в начале интервью так много о том месте где мы находимся но как на ваш взгляд вообще вот это пространство влияет на ту задачу которую вам поставили в части вот именно мотивирование команды и вообще работа здесь мне кажется мое мнение наиболее непредвзято потому что действительно этот не так давно и поэтому каждый день я очень сильно удивляюсь до сих пор каждый день приходя сюда потому что здесь действительно есть очень много вещей которых нет в обычном офисе я думаю что про это возможно расскажет в рамках своего интервью михаил потому что это все его плод работы но тем не менее у нас есть в офисе и фактически полноценный ресторан у нас есть концертный зал назовем его так у нас есть массажный кабинет барбершоп и еще куча всяких других вещей которые обычно не присущи офису вообще в принципе у нас все это есть здесь и зачастую очень не хочется уходить с работы как раз ровно по этой причине потому что в принципе здесь есть все что ты обычно ищешь за пределами рабочего времени вот тут можно найти все это на работе действительно очень часто получается так что граница между рабочим и нерабочим стирается вот игра с очень в этом отношении приветствует подобные вещи потому что действительно там мы отдыхаем часто вместе и работаем и это дает такую определенную атмосферу в рамках которой работа воспринимается как что-то очень органичное в твоей жизни вот наверное это и было ключевым моментом который притянул меня сюда хотя до приезда и до того момента я подписал оффер грассу я был волгограде один раз и это был тот визит связанный как раз именно с поездкой на этот завод поэтому это было максимально максимально искреннее и наверное авантюрное решение так но давайте уже непосредственно все-таки про коммерцию про ту деятельность которую вы исполняете расскажите пожалуйста вот вы как коммерческий директор управляете всеми направлениями продаж и как у вас этот момент построен внутри компании для того чтобы структурно понимать да у меня находятся все направления деятельности grass назовем это так у нас их несколько у нас есть очень большое наше самое старое направление связано с авто косметикой со всем что связано с авто у нас есть направление b2b которая занимается бытовой химией косметикой для наших партнеров в гостиничном ресторанном бизнесе и это такое именно b2b направление и самое наверное большое на текущий момент и быстро растущие направление которое у нас есть это бытовая химия которая уже направлена больше на конечного потребителя вот все бизнесы более или менее сбалансированы между собой по объему продаж вот но тем не менее надо понимать что там в авто мы уже достигли определенного плато назовем это наверное таким образом и тут мы уже скорее боремся за долю за развитие категории за вот такие вещи а в бытовой химии мы еще достаточно маленькие вот поэтому рост нас максимально экстенсивен но здесь самое большое количество потенциалов если про цифры с какими итогами объемы продаж закончили 23 год и что в первом квартале 24 23 год мы закончили с объемом в 26 миллиардов рублей на товарооборота в двадцать четвертом планируем выйти на 35 вот сейчас идем в принципе в соответствии с планом но надо понимать что у нас во многом есть достаточно большая сезонность поэтому первый квартал для нас такой обычно разгонный вот во втором третьем мы начинаем очень активно работать это связано как с погодой так и со многими другими факторами потому что все мы знаем что в нашей стране в первом квартале все обычно только раскачивается потом начинается очень экстенсивный рост поэтому сейчас мы входим как раз в эту очень горячую пару для нашей компании а какие продуктовые направления сейчас у вас наиболее динамично растут и уже как бы обозначили понятно что бытовая химия потому что вы там на старте но вот если вывести и сколько линеек вот может может быть какие-то моменты особенные подчеркнуть на самом деле если говорить про ну действительно бытовая химия это то что растет сейчас быстрее всего и тут надо понимать что очень много факторов на это повлияло там они абсолютно разные экономические и политические и сейчас такое классное время для запуска новых продуктов внутри страны которого не было наверное никогда и в этом отношении у нас есть но некий наверное некое преимущество которое там еще пять лет назад было очень сложно придумать наша концепция заключается в том что он максимально локализуем все что возможно внутри страны и многие продукты они абсолютно не зависит никаких внешних факторов потому что мы очень у нас максимально замкнутый круг внутри россии даже внутри нашего завода мы например делаем сами упаковку сами развиваем у нас достаточно развитая сеть логистики и поэтому мы наименьшим образом зависим от внешних факторов которые есть потому что все мы знаем что все кто были очень сильно подвязаны какое-то внешнее сырье или это были какие-то ограничения с точки зрения маркетинга поддержки в других компаниях очень сильно пострадали и это было очень сложно с этим в последние годы у нас существенно проще мы здесь работаем на своем рынке и правило здесь позволяет нам делать практически все что сейчас вы оказались готовыми то есть вот той возможности которая появилась условно вы технически и инфраструктурно оказались готовыми и вы не упустили возможность по сути да наша на текущий момент если мы говорим про бытовую химию основная но мы действительно находимся вот наверное очень быстро быстрый быстрый реке с очень высоким течением наша задача плыть здесь максимально эффективно и чтобы поддерживать вот это вот окно возможностей которые есть на текущий момент вот у нас действительно много возможности с точки зрения производства мы делаем много очень разных продуктов которые могут покрыть абсолютно разные сферы и мы постоянно пытаемся расширять количество категорий в которые мы заходим потому что действительно рынок бытовой химии он очень широкий и там у нас есть более маленькое для нас направление косметики куда мы сейчас тоже активно заходим и и если в бытовой химии мы уже являемся большими экспертами то косметика для нас такой более свежий рынок но тем не менее на котором это же развиваемся всякий раз удивляюсь автохимия бытовая химия косметика это ну это очень много сколько новинок прошлом году запустили за прошлый год мы запустили почти 250 новых позиций вот и это наверное не предел уже сейчас в этом году мы говорим про вот уже сейчас есть 110 сформированных проектов которые мы точно запустим в этом году скорее всего в процессе они будут каким-то образом еще добавляться вот потому что в чем в чем основная прелесть grass в том что все решения принимаются достаточно быстро и мы можем на встрече сегодня решить что мы туда идем завтра уже начать активную сторону работать и там спустя несколько месяцев выпустить новый продукт и вот в этом наверно тоже прелесть grass в том что мы очень мобильны в этом отношении мы можем действительно быстро принимать решение быстро запускать новые продукты потребность рынка под потребность ретейлера под потребность нашего конечного клиента если мы видим что где-то есть емкость то мы можем максимально быстро в этом отношении среагировать мне нужно очень долго разрабатывать какую-то маркетинговую концепцию системы программ поддержки мы можем сначала запустить продукт вообще продуктовая компания это тоже очень большая прелесть наша задача в первую очередь создать хороший продукт а потом поддержать его уже с других сторон нередко бывает наоборот когда сначала формируется какой-то бренд о в рамках него ищется потребности куда бы он мог зайти вот это абсолютно не наша история мы фокусируемся именно на производстве классного продукта который будет хорош с точки зрения своих характеристик а потом уже думаем во вторую очередь каким образом мы будем это дело поддерживать такой вопрос касаемо именно создание продукта кто принимает участие в создании то есть кто может быть инициатором его то есть условно коммерция которая увидела какой-то потенциально незакрытую нишу или все-таки не знаю более внимательно смотрят люди которые ездят на китае или куда-то вот подглядывают тренды как у вас устроит устроен сказать что у нас есть какой-то выработанный процесс в этом отношении можно но мы очень часто от него отклоняемся на самом деле потребности могут приходить абсолютно с разных сторон там и мы в этом отношении максимально гибкие у нас есть коммерческий отдел который нередко приходит с какими-то запросами от клиента словами о том что вот здесь есть ниша мы можем в нее быстро зайти это будет достаточно эффективно плюс к этому у нас есть отдел который занимается изучением рынка там мы можем посмотреть куда мы можем какие сегменты мы можем покрыть даже если мы не видим это этого снаружи изнутри точнее мы можем понять каким образом мы можем зайти туда и начать производить продукт который в котором есть потребность у рынка плюс к этому нас есть growth команды это вообще отдельное направление которого нету во многих компаниях которых по крайней мере в моей карьере я не видел этого ни разу это команды которые настроены непосредственно на то что это люди которые постоянно думают о том что можно сделать новое что будет востребованным вот и именно они нам приносят зачастую самые сумасшедшие идеи которые развивают компанию максимально необычную сторону вот поэтому сейчас мы действительно рассматриваем очень много продуктов которые которых нет в нашем портфеле но в которых есть потребность на рынке вот они могут быть как очень специфические как например мы делаем таблетки для конвектоматов это такой очень узкий сегмент в битуби бизнесе но тем не менее там сейчас есть емкости мы туда идем и мы никогда бы сами бы не заметили этого с точки зрения работая внутри компании но при этом вот люди которые работают с клиентами они чувствуют эту боль и понимают в каком месте мы можем и в этом поучаствовать плюс к этому есть какие-то крупные моменты которые там условно есть сегмент с таблетками для посудомоечных машин он обладает некоторыми своими характеристиками этот продукт достаточно дорогой там он очень консолидирован вокруг больших игроков и это тот рынок на который мы можем зайти с каким-то более доступным но при этом очень качественным продуктом самом деле это очень рабочая схема мы нередко и пользуемся делая очень хороший по уровню продукт но значительно более доступны уже зашли в таблетки мы в таблетках таком горячем старте вот вот мы сделаем продукт который будет хорошо вот если это еще не является там условно тайны да какие освободившиеся или не занятые продуктовой ниши вы хотели бы выйти в ближайшие годы пропаса домоечные таблетки услуги что еще на самом деле таких ниш достаточно много но если мы говорим про бытовую химию то соответственно мы совсем скоро сделаем капсулу для стирки вот мы разрабатываем на текущий момент порошок вот стиральные это тоже то чего на текущий момент у нас есть порошок но мы делаем его не на своем производстве мы хотим максимально локализовать эту историю вот и таких сегментов очень много в каждой категории и это действительно постоянный поиск вот на текущий момент у нас 110 ну как я уже говорил 110 проектов которые уже в этом году точно случатся а есть еще много вещей которые находятся в разные стороны от нас на такие как мы там вполне на полном серьезе рассматриваем сейчас вариант производства влажных салфеток потому что такая потребность тоже есть у рынка но у нас нет пока такого производства мы делаем вот один из ближайших проектов который появится это универсальный пятновыводитель который тоже сейчас обладает таким показывать очень быструю динамику на рынке с точки зрения роста но тем не менее там еще нет больших игроков поэтому много действительно проект в которые ближайшее время увидят жизни это абсолютно живой организм и нету наверное ну вот я не знаю компания в которой бы идея максимально но с такой же скоростью превращалась жизнь как как здесь количество из каю которым вы регулярно уже управляете это какой это не простой вопрос для грас потому что если посмотреть то наша номенклатура это порядка шести с половиной тысяч из каю вот во всех бизнесах которые у нас есть но не все из этого является внутри этого числа есть и оборудование которое мы продаем под собственным брендом но не производим сами там есть какие-то вещи которые делаем на контракт на производстве если говорить про совсем не дублирующие позиции то их наверное где-то порядка двух с половиной тысяч а если говорить про то что мы прямо непосредственно разливаем и продаем постоянно и вот таких прям совсем уникальных то наверное это около тысячи позиции на все бизнеса даниил корни компании а из автомобильной химии да вы очень быстро сделали старт какие сейчас ключевые бренды ассоциируются с вашей компании а что может быть не очень ассоциируется но тоже ваше несмотря на то что у нас очень большое количество позиций в бытовой химии если посмотреть на ассортимент то это примерно 440 скаю которые мы постоянно разливаем и то что у нас действующем ассортименте на текущий момент больше большая часть потребителей и наверное вот ключевой наш основной продукт который знают все это зелит а зелит это тот бренд с которым мы залетели в рынок бытовой химии то на чем на чем наверное конечный потребитель в первую очередь услышал прогресс тем не менее для нас на текущий момент все что связано с чисткой это является таким корневым регулярным ассортиментом это называемый но самый большой наш акцент на текущий момент делается на стирку и в стирку мы очень активно сейчас заходим с новыми брендами если говорить про них то их на самом деле три наверно самых ярких про которые я хотел бы сказать первый это дори это линейка которую мы сейчас перезапускаем это экономичная стирка и это действительно высокое качество в очень эконом сегменте это продукт который сейчас полностью обновиться поэтому мы очень надеемся на то что те люди которые возможно пробовали дори до этого они смогут сейчас найти какой-то новый вот этот опыт пользования с нашим продуктом потому что продукт полностью перезапустили и это абсолютно другая линейка вот уверен что из-за позиционирования по цене мы сможем сюда вовлечь и новых покупателей которые ищут доступный продукт а позиционирование по цене это средний минус средний это прям низкий ценовой сегмент вот мы здесь не конкурируем с стм обычного сети это своя потребность мы находимся чуть дороже чем стм но тем не менее даем много тех у т.п. которые на текущий момент не дает никто на рынке и мы взялись из турецкой практики опыт с парфюмированным и парфюмированной стиркой здесь действительно очень классные отдушки и ты можешь даже не пользоваться кондиционером потому что это средство уже включает в себя эффект который дает кондиционер с точки зрения запах вот классный продукт ты покупаешь один продукт тебе нужно покупать и стирку и кондиционер отдельно это что касаемо экономичного сегмента в среднем ценовом сегменте мы сейчас заходим с брендом криспи это такой хороший среднячок действительно классный продукт по качеству и очень сбалансированный с точки зрения цены здесь наверное будет самая большая конкурентная война вот потому что этот продукт действительно очень интересный мы не случайно на каждой упаковке этого продукта изображаем лицо нашего генерального директора потому что за этот продукт нам не стыдно и это действительно такой семейный выбор там уже существенно более широкая линейка много интересных продуктов много разных размеров упаковки что тоже на текущий момент очень важно потому что мы прекрасно понимаем что в разных каналах работают разные правила в магазинах у дома наш покупатель еще более маленькую упаковку, когда он идет на e-com, он хочет купить большую канистру, получить максимальную выгоду, поэтому в разных каналах вы встретите разного размера упаковки, но тем не менее там это широкая линейка. И плюс к этому у нас есть Alpi, это продукт, который ответит требованиям самого искушенного нашего покупателя, потому что это, наверное, действительно верх того, чего можно найти на рынке с точки зрения качества стирки и с точки зрения вообще продукта в принципе. Вот, поэтому мы впервые зашли на рынок стирки вот таким вот широким образом, покрыв все ценовые сегменты, и я думаю, что любой даже самый искушенный потребитель в России сможет найти стирку, которую мы производим для себя вот именно тем решением. Уборка, стирка и? У нас еще есть направление с косметикой, это тоже очень интересный кусок, он лежит немножко особняком, он наносит большой бренд My Muse, мы на нем очень сильно фокусируемся, эта линейка, которая растет, но это совсем другой бизнес. И для Grass это такой на самом деле очень большой новый опыт, потому что когда ты делаешь продукты, связанные с чистотой, ключевой момент, на который опирается покупатель, связан с качеством продукта с точки зрения его потребительских свойств и ценой, которая есть на полке. Поэтому здесь нам очень просто выигрывать, у нас классное ценовое предложение, и при этом у нас очень хорошие характеристики продукта с точки зрения функциональности. То есть если это будет средство для посуды, то он хорошо обмывает посуду, если это будет средство для стирки, оно будет хорошо стирать. И здесь важно дать хорошее качество и хорошую цену. Если мы говорим про косметику, здесь другие правила. Здесь важен бренд, здесь важно, каким образом ты его поддерживаешь, с кем тебя ассоциируют, кто у тебя является вот этим отопимен лидером внутри категории. И для нас это большой вызов на самом деле, потому что мы действительно там зачастую продуктовая компания, и в продвижении нам еще есть во многом куда учиться. Если говорить про косметику, то нельзя не упомянуть про наш очень большой бренд, который называется Milano, потому что мы очень активно участвуем в рынке мыла. И действительно, если посмотреть на то, каким образом выглядят наши продажи, то самый большой косметический наш бренд – это на самом деле Milano. И мы делаем абсолютно под этим брендом разные продукты. Это как и гели для душа, так и мыло, так и мыло для B2B канала. И вы нередко можете встретить его, например, в ресторанах или где-то в отелях. Это продукт, который очень часто можно заметить на полках и при этом и даже в хорике. Поэтому на косметический рынок нам выходить сложнее, хотя у нас там уже есть некоторое количество брендов. Вот. Помимо My Muse у нас еще есть Lami, это более доступная по цене линейка, которая вообще на самом деле пришла из Ecom. Мы создавали ее изначально для Ecom и для того, чтобы закрыть там определенные потребности в косметике. Но сейчас мы понимаем, что продукт получился очень классный, его можно расширять и за пределы маркетплейсов. И он появляется уже в том числе и в сетях. Данил, хорошо, что затронули уже тему Ecom. Поговорим о каналах. Что-то специальным образом вы делаете? Все-таки там дискаунтеры, супермаркеты, в других форматах и в Ecom. Где приходится больше маркетингов влияния делать? Где больше финансовых усилий нужно прикладывать? Расскажите, пожалуйста, подробнее. С удовольствием. На самом деле мы немного нетипичные в этом отношении компании, потому что основная часть нашего бизнеса лежит в дистрибьюторском бизнесе. И у нас большое количество партнеров. Их больше 200. Это наши постоянные партнеры, с которыми мы работаем, которые строят наш бизнес в традиционном трейде, в локальных сетях. И помимо этого у нас есть федеральные сети. Они занимают где-то порядка 21% от нашего товарооборота. И у нас есть большой отдел Ecom. Он на текущий момент весит где-то около 12%, но тем не менее он очень быстро растет. Вот. Если говорить про Ecom, то на самом деле это такая наша, наверное, основная гордость, потому что в Ecom мы занимаем очень хорошие позиции, там лидирующие строчки в каждой категории, в которой мы играем. И это во многом связано с тем, что мы растили эту экспертизу внутри компании. У нас достаточно большой Ecom-отдел, мы полностью работаем со всеми маркетплейсами самостоятельно. Мы можем очень легко и мгновенно менять FBON и FBS. У нас есть свои внутренние склады, сборка, отгрузка. У нас есть большой ассортимент, который сделан специально для Ecom, его больше нигде не встретить. В розничной торговле ты никогда не найдешь какие-нибудь, например, там, не знаю, 5-литровое мыло. Его нельзя купить в магазине, такой потребности нет. Даже для гипермаркета это очень странный продукт. Но, тем не менее, это продукты, которые покупают активно в Ecom. И это вообще большие упаковки, это про Ecom. Поэтому мы активно в это играем и очень не боимся в этом отношении разделять ассортимент, продавая часть в Ecom, продавая часть в розничной торговле. А я правильно понимаю, что в том числе и в Ecom вы пробуете иногда стартовать с какими-то вещами, которые сложно поставить на полку? Это очень классная на самом деле история, потому что действительно ты в Ecom можешь много чего быстро попробовать. Я приведу конкретный пример. Совсем недавно мы запускали продукт, и у нас был вопрос. Данные в исследованиях были очень близкие, и нам надо было определиться, в какую упаковку пойти. Не буду говорить про какой это был конкретный продукт, пока он не появился на рынке. Но там было две упаковки. 500 миллилитров и 750. Мы долго думали на тему того, как понять. Две сразу делать смысла не было. Надо было сделать одну, и надо было понять, какая из них будет перспективнее. Мы сделали первую партию продукта, поставили его на маркетплейсы. Сделали две абсолютно одинаковых, идентичных карточки. И посмотрели на то, каким образом покупатель ведет себя, и как он делает свой выбор. Каково же было мое удивление, когда мы узнали о том, что позиция в более маленьком объеме продавалась в четыре раза лучше, чем та, которая была в большой упаковке. Выбор в данной ситуации был абсолютно очевиден, и решение было принято максимально быстро. На этот тест нужна неделя. Если ты можешь быстро все сделать, быстро завести в карточку, нарисовать визуал и обеспечить логистику, то проблемы никакой нет. Нет никакого более показательного теста, чем тест, который сделает покупатель голосовой рублемой. Знаете, здесь я даже делаю off-top. Вот такой взгляд поставщика мне как раз и нравится находить в интервью. Потому что иногда не очевидные вроде как вещи, а простой уже инструмент. И не надо делать каких-то сложно сочиненных маркетинговых исследований. Попробовать. Канал уже работает, помогает вам. Ну что ж, спасибо, Данил, что этот момент нам подсказал. Продолжаем. Все-таки, если соотнести B2C и B2B доля. У нас вообще B2B в ритейле в последнее время такая тема достаточно горячая. Многие на эту тему стали внимательно смотреть как со стороны ритейла, так и со стороны поставщиков. Как бы ты здесь мог определить, насколько проще работать с конечниками, либо все-таки с компаниями, которые B2B-сигменты? Спасибо за этот вопрос. Он очень интересный и очень много занимает нашего времени на текущий момент. Это связано с тем, что никогда, мне кажется, не были так каналы B2B и B2C переплетены между собой, как сейчас. Объясню, что я имею в виду. Мы очень долго пытались строить всю B2B историю исключительно через наших партнеров и строить какие-то прямые взаимоотношения. Но сейчас мы понимаем, что очень часто наши B2B-партнеры хотят упрощать взаимодействие. Они покупают наши товары на маркетплейсах. Зачастую деление на B2B и B2C-продукты появляется только в головах сотрудников компании, потому что у нас есть большие упаковки, которые мы делаем для конечного покупателя, которые продаются в e-com для непосредственного потребителя. А есть большие упаковки, которые мы производим большими, потому что подразумеваем, что это нужно для бизнеса. Фактически, чем дальше мы в это идем, тем чаще это все пересекается. Если ты меня сейчас спросишь на тему того, какая у нас доля B2B-ассортимента и B2C, я даже не смогу точно ответить, потому что мы действительно уже очень искусственно их делим. Зачастую продукт, который создается для одного канала, может оказаться в другом. Шампунь, который мы делали как удобную большую упаковку, может оказаться у парикмахера. А средство для мытья посуды для дачи может оказаться в маленьком отеле. И это действительно все очень часто пересекается, но это ни в коем случае не снижает фокус работы на B2B. Все равно есть профессиональное сообщество, у нас есть очень узко заточенные продукты под пищевую промышленность, есть продукты, заточенные под отели, и с ними важно работать, но надо понимать, что с коммерческой точки зрения, с того, каким образом road-to-market этого продукта строится, мы вошли в какую-то абсолютно иную эру, которая сейчас выглядит совсем по-другому. Поэтому это интересно и действительно работа с B2B сейчас, она совсем не такая, как была 10 или даже 5 лет назад. Сейчас упомянули несколько моментов ранее. Например, посведомоечные машинки, нет, таблетки для пары конвектоматов. С одной стороны, это у нас получается рестораны. Да? Да, абсолютно верно. Потом получаются моменты, связанные с хорико, это те же шампуньки, которые мы видим в гостиницах, там тоже у вас отдельная история, да? И, например, чистящие средства для производственных компаний. Вот экспертизы для создания данных продуктов вам хватает? Откуда вы ее берете? В этом отношении нам очень сильно помогает то, что мы производственная компания, и мы действительно очень много чего знаем про продукт сами. У нас есть большой научно-исследовательский центр, это такая лаборатория. Я надеюсь, что тебе удастся сегодня ее посмотреть живем, потому что это выглядит так, как… Я совсем по-другому представлял себе этот отдел, а это прямо реально научные работники, которые мешают составы, которые ищут то, каким образом продукт будет максимально эффективен. И у нас действительно есть во многом очень хорошая экспертиза. И надо понимать, что когда мы говорим про мытье или очистку чего-то, то все продукты, они отчасти похожи. Их задача сделать только таким образом, чтобы они закрывали какую-то конкретную задачу. Но при этом к нам очень часто приходят наши клиенты с какими-то очень сложными запросами, которые бывают очень уникальными. И в этом случае как раз наша научно-исследовательская лаборатория очень сильно нам помогает в этом отношении. И мы можем разработать очень сложные продукты для конкретного производства. Я, наверное, даже не буду сейчас входить в конкретные примеры, но у нас настолько разнообразные это могут быть продукты. Мы в прошлом году разрабатывали состав для обледенения самолетов. Это может быть история с обработки выменю коровы при доении мытье полов в гипермаркете. Это может быть абсолютно разные запросы, которые, казалось бы, абсолютно никаким образом не пересекаются вместе. Но все это бытовая химия и все это то, что пересекается внутри одной компании-производителя, которая может сделать... И вы нашли ответ. Абсолютно. И это востребовано? Это действительно востребовано, но тут надо понимать, что это всегда очень гибкая работа. Потому что в данном случае нам нужен заказчик, к которому мы сделаем тот продукт, который будет отвечать конкретно его требования. Это совсем другая история. Это то, чем B2B вот так прекрасно отличается от B2C. Потому что в B2C мы все знаем, какие нам нужны продукты. А в B2B это очень часто конкретный запрос конкретного и очень узкого производителя. Еще один момент, который точно не проговорили и о чем мы не вспомнили. Это СТМ. Трендный СТМ сейчас очень активный. Как у вас в этом направлении? С кем работаете? И вообще верите ли вы в то, что производитель должен заниматься собственной торговой маркой сетей? Смотри, это на самом деле тот тренд, который невозможно на текущий момент не заметить. Потому что действительно СТМ растет быстрее всех. Мы, наверное, во всей аналитике, мне кажется, любую категорию, которую ты возьми, ты увидишь самый растущий бренд внутри категории – это СТМ. Для GRAS когда-то СТМ был таким табуированным достаточно вопросом. С чем это было связано? GRAS активно рос, объемы продаж росли. И наша основная задача была в том, чтобы производить необходимое количество продуктов под нашим брендом. Мы нередко сталкивались с тем, что мы не можем произвести столько, сколько нужно. И спрос был очень большой. Сейчас мы настолько много сфокусировались на расширении мощностей, что у нас есть возможность сделать продукты не только под своим брендом. И в этом отношении, мне кажется, что у нас есть очень большое преимущество перед многими производителями. Во-первых, у нас очень технологичное оборудование, и мы можем производить действительно много и хорошего продукта. Фактически, если посмотреть на запрос сети, он в основном именно в этом и заключается. В том, что нужно иметь возможность подтвердить достаточно большие объемы, нужно иметь возможность сделать качественные продукты, сделать это достаточно по хорошей цене. Все это есть у Grasso. У нас есть много мощностей. За счет объема мы и своего продукта, и продукта, который мы можем сделать под STM, мы можем снизить затраты. И плюс к этому мы действительно не боимся объемов. У нас есть не одна площадка, мы активно развиваемся с точки зрения производства. И очень многие продукты мы можем сделать в действительно больших объемах, даже для самых больших сетей. Удовлетворен ли я тем, каким образом на текущий момент выглядит ситуация с STM? Однозначно нет. Мы только сейчас заходим в эту игру, и конкретно сейчас это очень большой приоритет для моих команд, которые занимаются работой с сетями. Мы можем сделать очень большой ряд продуктов, которые находятся в потребностях STM у сетей. И действительно там ограничений здесь практически никаких нет. Еще одно направление, которое как-то незаслуженно мы забыли в начале и точно надо напомнить. Фирменная розница. У вас есть ведь а-ля фирменная розница или все-таки настоящая фирменная розница? Как вы обозначите ее? Это наша большая гордость на самом деле. У нас на текущий момент, мы недавно смотрели эти цифры, у нас 177 магазинов, которые работают под брендом GRAS. Это магазины, которые, на самом деле, в них очень интересно ходить. Потому что я, каждый раз заходя в нашу собственную розницу, задаю вопрос нашим покупателям, зачем они приходят в магазин непосредственно GRAS. Они входят в стандартный гипермаркет, где можно купить большую часть ассортимента. И мы постоянно слышим ответы на эти вопросы о том, что вот самые наши лояльные покупатели, которые непосредственно ищут продукты GRAS и уже убедились в их качестве. Им интереснее прийти в магазин, где есть только наш товар и купить его там, получить гарантированно не подделку. Это, кстати, тоже большой вопрос, который, во-первых, существует на рынке, а во-вторых, очень тревожит наших покупателей о том, что они купят продукт, которым будет написано GRAS, но при этом он не будет произведен. А подделки есть? Да, подделки существуют. Когда вы приходите в наш фирменный магазин, вы уверены на 100%. Плюс к этому здесь есть тоже момент, который, на первый взгляд, не видно. Приходя в магазин GRAS, ты общаешься не с продавцом, который продает все, а с продавцом, который очень хорошо разбирается в продуктах, которые тебе нужны. И очень часто к нам покупатели приходят за тем, чтобы получить какую-то экспертизу. Я не знаю, у них есть какое-то пятно, которое они не могут оттереть. Им нужен какой-то продукт под какую-то определенную задачу. И, приходя в гипермаркет, тебе эту экспертизу ниоткуда не получить. Это странная тема, но на текущий момент многим вот эти вот очень простые вопросы некому задать. Что чем постирать, что чем оттереть. И это вроде маленькие вещи, но зачастую нам нужен какой-то эксперт, который бы мог в этом отношении нас поддержать. Поэтому все эти собственные розницы мы развиваем. В этом году мы откроем еще порядка 80 магазинов. Наша цель довести цифру до 250. И действительно уже сейчас эти магазины можно встретить в очень большом количестве регионов нашей страны. И они действительно растут. Средний чек там достаточно хороший. Мы продаем там в среднем на 500-700 рублей. Это вот средний чек нашего покупателя. То есть мы понимаем, что он покупает у нас не одну позицию. Учитывая среднюю стоимость наших продуктов, это чаще всего какой-то именно пакетная история. Что он покупает одно для одних задач, другое для других. И собирает из этого такую общую корзину. Поэтому мы будем развивать это направление. Оно для нас важно. И оно позволяет нам как раз не только дотягиваться нашего конечного потребителя. И слышать в том числе его обратную связь. Но и предложить ему вот это вот качественное комплексное предложение. Я очень люблю смотреть магазины. Если мы говорим все-таки про представление бренда в фирменной рознице. Как вы могли обозначить, достаточно ли его? Я люблю торговые пространства. Как правило, как они выглядят эти магазины? Я так же еще не была. То есть это там 100 квадратов, 50 киоски. Как это? У нас есть три разных формата магазинов. В зависимости от этих форматов отличается ассортимент. Но надо понимать, что даже самый большой из этих магазинов никогда не будет сравним даже с магазином у дома. Связано это с некоторыми вещами. В первую очередь, конечно, с рентабельностью проекта. Потому что надо понимать, что собственная розница всегда очень дорогая. Это большие затраты, которые идут и на персонал, и на аренду. И мы не можем их размазать по другим категориям, за которыми обычно приходят люди в магазин. Ну, то есть, если мы предположим, каким образом выглядит стандартный ритейл, то чаще всего все, что касаемо сопутствующих товаров, оно находится где-то в стороне. И люди приходят чаще там за молоком, за хлебом, за чем-то другом. А это берут по дороге. Вот у нас этого трафика в магазинах нет. Поэтому нам приходится эту историю отстраивать с нуля. И, конечно, приходится несколько экономить на пространстве внутри магазина. Но, тем не менее, если вы придете к нам, то вы увидите максимальную плотность ассортимента на полках. И там действительно можно найти закрытие любой потребности, связанной с нашими продуктами. Причем там представлены все категории. Это как авто, так и клининг, так и бытовая химия, косметика. И даже надо понимать, что в рамках магазина «Собственная розница» вы всегда найдете не только продукт, но и экспертизу того, каким образом вам справиться со своей задачей. А «Собственная розница», она непосредственно вам принадлежит или вы развиваете это с помощью франшизы, партнеров? Как это? На текущий момент вся «Собственная розница» развивается на базе наших дистрибьюторов. И это, на самом деле, по большей степени вынужденная мера. Потому что, когда мы говорим про такую большую страну, как Россия, нам нужно понимать, что нам нужно обеспечивать логистику по всей стране. Сделать это только нашими силами мы не можем. И здесь нам приходят на помощь наши партнеры, которые эти магазины управляют. Вот все операционное управление теми магазинами лежит в руках наших партнеров. Мы здесь больше делаем поддержку с точки зрения брендов, с точки зрения маркетинга. Потому что тут, наверное, нечего скрывать. В наши розничные магазины мы инвестируем больше, чем во все остальные каналы продаж. И, в первую очередь, потому что они в этом тоже нуждаются. И они нам дают некую еще рекламную составляющую, которой нет у обычного магазина, где представление только нужно. Ну, логично фирменную розницу использовать для маркетинга своих же продуктов и возможностей. Про масштаб России мы уже поговорили. Какие страны другие экспортируете? Есть ли какие-то интересные вещи? Есть ли филиалы в других странах? Последняя политическая ситуация сильно сковывает нас с точки зрения развития за пределами России. Но, тем не менее, мы не останавливаем наши планы. У нас есть филиал в Китае. Мы сейчас строим завод на территории Узбекистана. У нас есть большое направление в Турции. И мы постепенно идем на разные рынки. Но это непростая история, потому что нужно понимать, что потребность везде немного разная. И масштабировать бизнес нужно в этом отношении под задачи конкретного рынка и конкретного трейда. Потому что надо понимать, что ритейл везде очень разный. И во всех странах он не такой, как у нас. То, где мы наиболее сильны и где наша основная экспертиза лежит, это все-таки Россия и СНГ. Поэтому на этих странах мы фокусируемся больше всего. То есть, Беларусь, Казахстан? Беларусь, Казахстан, это основные направления, на которые мы фокусируемся. Мы не случайно сейчас открываем свою производственную площадку. Потому что покрывать нижнюю часть СНГ достаточно непросто с нашего завода, который находится здесь. Поэтому мы ищем там дополнительную производственную площадку. Плюс к этому какие-то продукты мы производим в Новосибирске. Что-то мы производим в Китае. И действительно у нас достаточно много таких центров производства, которые находятся по всему миру. Уверен, что планы компании далеко не ограничиваются Россией. И поэтому мы будем максимально развиваться и в других направлениях. Здесь, наверное, такое достаточно логично уже возникает вопрос. Сколько человек у вас именно в отделе, который связан с продажами коммерческой? Как устроена структура с точки зрения управления? То есть, офис, удаленка популярная сейчас? Если говорить про коммерческий отдел, то в нем трудится где-то порядка 300 человек. И это очень разные люди. У нас есть пять распределенных отделов продаж, которые занимаются своими задачами. Это отдел клининга, отдел бытовой химии, отдел авто. Плюс к этому есть отдел сетей и отдел e-com, которые занимаются всеми тремя направлениями. Это такие пять крупных команд. Плюс к этому у нас есть команда customer service, которая помогает нам с точки зрения обработки всех заказов, которые есть у нас внутри. Если очень крупными мазками, то коммерческий департамент в основном состоит в такой структуре. И действительно у нас очень большое количество сотрудников, которые работают удаленно. Мы очень стараемся централизоваться вокруг нашего главного офиса в Волгограде. Но это достаточно сложно. Мы понимаем, что там большое количество наших заказчиков находится в Москве. Поэтому у нас есть достаточно большой офис в Москве. Там работает около 50 человек. Плюс к этому у нас есть офис в Екатеринбурге. И у нас есть много региональных сотрудников. Их порядка 60, которые трудятся в тех местах, где непосредственно находятся наши потребители, наши основные контрагенты, наши дилеры. Поэтому, да, у нас довольно большой отдел. Мы работаем сквозь все часовые пояса, которые есть в России. И там, где у нас нет офисов, мы работаем на полной удаленке. Если коротко, то структура выглядит. На какой IT-платформе сейчас автоматизировано? И что помогает вам все-таки всех увязывать в единой системе? В единой ли системе работаете? Да, мы работаем на 1S ERP. Сейчас как раз проходим процесс интеграции и перехода из одной системы в другую. Это интересный процесс. Он связан с большим количеством вызовов, которые должна пережить компания. Но надо понимать, что это очевидно даст нам очень ощутимый шажок с точки зрения оптимизации и диджитализации наших процессов, которые есть внутри. Это конкретно то, чем мы сейчас занимаемся и то, что занимает очень большое количество нашего внимания. А если мы говорим про важную, не менее важную составляющую маркетинговые акции, вообще маркетинг, он параллельно коммерции внутри. Это обычно очень сложный момент. Маркетинг важен, чтобы продажи были. Продажи важны, чтобы маркетингу можно было денег давать на маркетинговые акции. Как вы этот момент могли бы для себя определить с одной стороны? А с другой стороны, насколько много вы делаете маркетинга, чтобы в итоге продажи более активно шли? То есть и процессы, и результаты. Начну, наверное, немножко со стороны. У нас очень необычная в этом отношении структура. У нас нет такого напрямую выделенного маркетингового отдела, какие-то есть в большинстве компаний. У нас есть сейлс-команды и есть гроус-команды, которые занимаются развитием определенных направлений. Это не прямой маркетинг в том виде, в котором мы привыкли об этом думать. Это скорее история про создание и поддержание жизненного цикла продуктов. Почему так получилось? Потому что Grass – это производственная компания, и мы очень про продукты. И для нас действительно самое, наверное, интересное для всех внутри – это создавать новые продукты, закрывать новые потребности. И поэтому мы очень центрированы вокруг продуктов. Поэтому у нас есть гроус-команда, которая занимается не рекламой и маркетингом, а скорее всем жизненным циклом продукта, который есть. То есть это люди, которые участвуют в создании продукта с момента формирования потребности до того момента, когда мы выводим с рынка. То есть это люди, которые живут с этим продуктом на протяжении всего времени. Мы придумываем с ними идею. Они работают с производством, разрабатывают формулу, разрабатывают программу продвижения и работают со всем, что связано с рекламой. Причем я говорю здесь как про какой-то ин-стор-маркетинг, так и вещи, связанные с медиа. Эти же люди работают с амбассадорами, эти же люди работают с расширениями линеек. И это действительно нестандартный подход. Мы к нему пришли через опыт. И действительно он тоже очень оказывается жизнеспособен, хотя и очень нестандартен для FMCG рынка. Плюс к этому у нас есть отдел трейд-маркетинга, который находится на стыке маркетинга и сейлс. И это как раз та команда, которая умеет переводить из языка маркетинга в коммерческий язык те задачи, которые перед нами стоят. Очень много желтых ценников приходится делать сейчас в магазинах, для того чтобы, ну в данном случае, если мы говорим про сети, все-таки retail для нас чуть ближе, чтобы действительно полетели продажи или достаточно уже становится знания продукта? Без желтых ценников никуда. Да, это надо понимать, что внутри категории бытовой химии все настолько привыкли к тому, что все покупается со скидкой, что зачастую даже сама скидка не так важна, как факт ее наличия. У нас очень гибкий в этом отношении подход. Мы очень слышим ритейлера относительно его стратегии. Кто-то сейчас идет в EDLP, кто-то идет в High-Low. Это действительно модели, которые важны для той или иной сети, для того чтобы поддерживать скорее свое CVP. Мы в этом отношении очень гибки и можем играть как так, так и так. Но наш ключевой момент, в который мы верим, в том, что мы должны быть доступны. И независимо от того, через какую механику это будет, вы найдете наш продукт по лучшей цене в сети среди всех остальных конкурентов. И вот это является для нас очень большим приоритетом. Для того, чтобы наши продукты были доступнее конкурентов и при этом отвечали всем требованиям качества. Поэтому, наверное, коротко отвечу так. Мы играем по правилам, которые диктуют ритейлеры, но наша задача немножко в другом. Наша задача в доступности качества. Уверена, что перед вами немалые амбициозные задачи со стороны руководства. Как эти задачи проецируются в итоге на коммерческий департамент, которым вы управляете? И во что вам сейчас приходится... Как, вернее, вам приходится вдохновлять коллег? На какие задачи, какие решения? Если говорить про 2024 год, то он, наверное, в основном для нас про эффективность. Потому что мы понимаем, что все предыдущие годы мы создавали очень много продуктов. У нас очень большой ассортимент. И мы сейчас занимаемся тем, что хотим сделать его максимально емким. Потому что понимаем, что таким количеством номенклатуры, таким количеством позиций управлять уже очень сложно. Поэтому мы сейчас смотрим на то, как сделать так, чтобы наши действующие линейки были максимально эффективны. Но, тем не менее, у нас была возможность запускать новые. Мы действительно идем в огромное количество новых категорий. Эти новые категории, новые продукты, новые бренды. Много чего хочется запустить. У нас стартует новое производство, на котором есть новые возможности. И для того, чтобы всем этим управлять, нам нужно немножко оптимизироваться. Поэтому мы сейчас очень много говорим про то, каким образом сделать бизнес таким, чтобы он показал стабильный рост. Мы в этом году договорились о том, что мы будем расти чуть-чуть поменьше, чем мы могли бы расти. Но при этом сделаем так, чтобы все было устойчиво, чтобы все было стабильно. И на нас не влияло никаких внешних опасных факторов. Поэтому мы будем много расти, много активно с точки зрения новых позиций, нового ассортимента. И делать это очень качественно. А количество людей, 300 человек сейчас, предполагается ли расширение команды? Нет, мы не планируем расширять нашу команду в ближайшее время, если мы говорим непосредственно про коммерческую команду. Мы сейчас пытаемся посмотреть на это немного по-другому. Какие-то части коммерческой структуры мы хотим диджитализировать. Сделать возможность чуть-чуть больше уйти здесь в Яком. У нас есть собственный интернет-магазин, который может продавать больше. И больше того, мы видим, что рынок очень сильно меняется в этом отношении. Что-то можно уже делать не руками, а за счет технологий, в том числе электронной торговли, какой бы она ни была. Потому что она же тоже бывает очень разной. Данил, спасибо. И я предлагаю вам сделать некоторое такое пожелание себе команде. И вообще рынку, возможно, для вас камера. Вы знаете, я люблю такую вот финалку делать. И вот такой вот у нас взгляд поставщика получается. Пожелайте, пожалуйста, себе. Может быть, потом посмотрите, что же получилось. Слушайте, я желаю всем в этом году шире посмотреть на то, что находится вокруг вас. Потому что зачастую мы привыкли мыслить какими-то определенными шаблонами, работать с одними контрагентами, смотреть как работодатель для себя одну компанию. Посмотрите шире на то, что вас окружает. Потому что зачастую вы можете найти какие-то очень неожиданные для себя вещи. Я таким образом в прошлом году нашел для себя GRAS работодателя, который находится в Волгограде. И при этом, я искренне так считаю, является круче, чем многие, кто был на слуху и про кого вы знаете. Если говорить про наших основных партнеров, то я хотел бы пожелать сетям посмотреть на локальных производителей. Не только на нас, но и вообще в принципе на тех, кто делает российский рынок. Локализация сейчас очень сильно повышается. И мы привыкли смотреть на рынок с точки зрения того, каким образом мы импортируем продукты, как это делают большие известные производители. Но зачастую упускаем то, как вокруг нас растут другие, наши, более маленькие, которые делают локальные продукты под наш рынок. Уверен, что в ближайшее время мы очень много узнаем новых ярких названий, которые родились уже внутри России. Ух, здорово, да. Ну что ж, вот такой взгляд поставщика у нас получился в рамках экспедиции ритейл. Мы действительно стараемся знакомить сейчас не только с ритейлерами, которых вы уже много увидели на наших страничках, и мы точно продолжим дальше смотреть. Но и, конечно, открывать и в какой-то мере очень сильно удивляться, насколько уже поменялись локальные поставщики федерального уже масштаба. И более не просто федерального, но и уже за пределы России они вышли со своими производственными площадками. Спасибо, что вы читаете, изучаете и смотрите наши материалы. Смотрите нас на YouTube-канале, смотрите наши материалы, конечно же, на сайте Retail.ru под хэштегом «Экспедиция ритейл». Задавайте вопросы и оставайтесь с нами. До новых встреч! До новых встреч!